Лето, жара, и нужен очень стойкий макияж, который не стечет в твое декольте. Конечно же, мне хотелось бы сказать, что сегодня прогноз погоды передает плюс 30 и не капельки осадков, но в Москве 7 мая, когда мы снимали этот выпуск, выпал снег, к счастью, хотя бы включили отопление. Поэтому сегодняшний выпуск у нас про стойкий макияж, и это была самая запрашиваемая тема на моем канале за последнее время. Я действительно прочитала все эти комментарии и поняла, что нужно поговорить про стойкость, рассказать по полочкам, как сделать так, чтобы макияж действительно держался. Дальше так, железобетонненько. Скажу сразу, чудес не бывает, мы не волшебники. В любом случае макияж в течение дня живет на коже и имеет свойство немножечко подстираться, подсъедаться, немножко меняться в процессе того, как ты его носишь. Но все-таки именно эти советы помогут тебе сделать макияж максимально стойким. Так, чтобы не переживать и не припудриваться каждые полчаса. Так, чтобы не думать, отпечаталась ли у тебя межесничка. Так, чтобы не париться из-за того, что у тебя губы съелись или куда-то стекли. Для кого актуален этот ролик? Во-первых, если ты живешь в жаркой стране или сейчас находишься в жаркой стране, и тебе действительно не хватает стойкости макияжа. Если ты идешь на какое-то мероприятие, будь то свадьба подружки, твоя свадьба, и у тебя нет визажиста, какое-то важное выступление, концерт, все что угодно там, где ты должна быть просто нереальной красоткой, и у тебя нет времени или нет желания записаться в салон. Ну и, конечно же, для коллег-визажистов, которым важно сохранить свою репутацию и не напортачить на свадьбе или собирая клиентку на мероприятие. Потому что здесь я поделюсь своим многолетним оптом в работе с клиентами, которым нужно стойко, тонко и при этом дорого. Кстати, поделись своими фишками в устойчивом макияже. Может быть, у тебя есть какие-то твои личные приемы, которые помогают сделать макияж стойким так, чтобы он держался в течение дня. Либо есть какие-то железобетонные продукты для макияжа глаз, потому что я уверена, что в этих комментариях всегда огромный пласт ценнейшей информации, которая помогает нам, девчонкам, всегда будет красивыми. С наступлением активного солнца и жаркой погоды я рекомендую немножко перестроить свой домашний уход. А именно, во-первых, мы убираем все кислотные тоненькие и пилинг-пэды с утренней рутины и оставляем их несколько раз в неделю в качестве вечерней рутины для того, чтобы отшелушить кожу, но при этом, чтобы днем не получить пигментации. Для жирной и ультражирной кожи, на которой ничего не держится и так, а когда наступает жара, макияж буквально в смысле стекает в декольте, я рекомендую в принципе убрать максимально увлажняющие продукты. То есть убираем жирные кремы, жирные базы и в качестве увлажнения можно использовать просто легкий мист. Поверь мне, кожи будет достаточной. Плюс не стоит забывать про то, что мы используем SPF всегда и с макияжем, и без макияжа. Но если мы говорим про SPF, когда мы используем макияж, то чаще всего есть такая проблема, что макияж, нанесенный на обычный SPF крем для лица, начинает буквально в смысле течь. Поэтому я рекомендую вместо крема для лица с SPF использовать базу, содержащую SPF фильтры, либо тональные средства, содержащие SPF фильтры. В данном случае у меня была база от бренда Pro Makeup Laboratory. Это база, в которой есть SPF фильтр 40, плюс она имеет сама по себе легкое свечение, которое видно и в кадре, его видно и в жизни при солнечной погоде. И при этом она помогает макияжу продержаться дольше. Я как будто сходила в солярии между кадрами и получила вот такой вот эффект загорелого лица. С наступлением лета хочется быть более загорелой, и я прекрасно понимаю, что не у всех есть возможность уехать где-нибудь на майские, загорать. Самое главное, что у нас есть возможность всегда добавить себе немножко более бронзового оттенка лица и тела, и сейчас я расскажу, как это сделать. Но начнем мы с выбора тональных средств для стойкого макияжа. На самом деле для меня, как для визажиста, есть два самых любимых средства, которые действительно помогают добиться стойкого и очень стойкого макияжа, который держится действительно сутками. Это классический тональный крем Estee Lauder Double Wear, и это тональный крем с HD функцией Makeup Forever HD Skin. На самом деле Estee Lauder Double Wear в моем кейсе уже очень давно, порядка семи лет. Это действительно мой фаворит в плане тональных средств, когда нужно железнобетонно надолго, плотно перекрыть, когда нужно поработать с кем-то из артистов, с кем-то, кто выходит на сцену. Но я прекрасно понимаю, что на каждый день все-таки этот тональный крем в чистом виде, по крайней мере, мне плотноват. Я его чувствую. У Makeup Forever HD Skin более легкая версия. Она менее перекрывающая, она при этом устойчивая, она хорошо смотрится как на очень сухой, так и на очень жирной коже. Нужно понимать, что перекрытие здесь скорее легкое, но при этом вот этот вот устойчивый, немножко матовый эффект, он действительно классно смотрится и в кадре, и в жизни. Но для того, чтобы добавить более загорелого эффекта на коже, я сегодня воспользовалась бронзирующими каплями, которые выпустил бренд Pro Makeup Laboratory. У меня они в 101 оттенке. Это такой бронзирующий с небольшим количеством шиммера внутри золотистых блесточек. И я смешала это в пропорции примерно две части тонального крема, одна часть бронзирующих капель. И ты видишь, я нанесла этот продукт, было ощущение, что действительно я подзагорела тона на два. Важно, когда ты используешь этот продукт, не останавливаться только на лице, иначе у тебя будет эффект перегидрольной загорелой курицы из 2000-х. Мы такое не хотим. Поэтому я его нанесла на лицо, на шею, на ушки, немножко на грудь, для того, чтобы сравнять портретную зону. Скажу честно, я уже достаточно взрослая для того, чтобы не загорать в своей жизни. К сожалению, загар приводит к старости кожи. Поэтому для себя я выбираю либо автозагары, либо я использую какие-то кабинки с автозагарами, либо, как сейчас, могу просто с помощью тонального средства создать эффект более загорелой кожи. При этом за счет того, что я выбрала конкретные продукты, тональные продукты, про которые я уже рассказала, этот эффект будет еще при этом очень стойкий. Так что, девочки, у кого действительно нужен макияж на весь день, пользуйтесь. Если говорить про мой обычный, ежедневный макияж не для кадра, не для съемки, не для мероприятий, а макияж летний на каждый день, то здесь я убираю, в принципе, тональный крем и использую только консилер на центральную часть лица, плюс активно использую автозагар на ночь. Почему я так делаю? Потому что летом, когда очень жарко, вообще не люблю на себя ощущение тона. Если нужен все-таки тон, помогает минеральный макияж. Про свой любимый минеральный тон я рассказывала в одном из выпусков, так что, если ты не посмотрела, можешь поставить на паузу и посмотреть этот выпуск тоже. Консилер в таком макияже я выбираю тоже устойчивый, для того, чтобы у меня макияж в течение дня держался. В данном случае я использовала консилер от бренда Charlotte Tilbury и взяла оттенок чуть-чуть светлее, чем мой загорелый оттенок кожи. Почему так? Я начала делать моделирование с помощью консилера, а именно самые светлые зоны лица, это подбородок, подсколовая зона, зона под глазами и немножко на центре лба, я как бы выдвинула вперед, для того, чтобы у меня лицо было более объемным. Плюс, тем самым, я перекрыла какие-то маленькие нюансы на коже и сделала себе эффект высоких скул. И важно, такой маленький нюанс, маленький профессиональный секрет, который я часто использую на своих клиентах и рассказываю это на своих уроках по макияжу. Я послойно наношу фиксатор, то есть нанесла тон, нанесла фиксатор, нанесла консилер, нанесла фиксатор, его периодически притаптываю с помощью спонжа, и это позволяет мне все мои слои макияжа, как слоеный пирожочек, приклеить друг к другу, и мой макияж таким образом не будет течь. Важное замечание, это не работает с термальной водой и с увлажняющими мистами, это должен быть действительно фиксатор. Для того, чтобы добиться стойкости, я использую кремовое румяно, которое буду потом шлифовать сухими румянами, плюс прием с запечатыванием тона с помощью пудры. Для начала я взяла кремовый румян от бренда Pro Makeup Laboratory в красивом 104 оттенке. Важно на этом этапе, если тебе нужна стойкость макияжа, выбирать эмульсионные жидкие румяна, а не кремовые, которые похожи либо на румяна в баночке, либо румяна в стике, то есть на основе эмульсии, а не на основе жира и воска. Таким образом макияж будет более стойкий. Плюс я начала запечатывать свой тональный крем. А именно, я взяла легкую HD пудру, в данном случае у меня была пудра от бренда Makeup Forever, и влажный спонж. И с помощью влажного спонжа я прямо плотненьким слоем набила пудру на все стратегические зоны, которые могут заблестеть. А именно, это подбородок, это зона под скулой, это зона вокруг губ, это центр носа, это центр лба, и немножко вот это пространство под глазами. Я набила даже излишне много пудры. И пока делала свою сухую коррекцию с помощью бронзера, пудра немножко подвпиталась. Там, где нужно, зафиксировалась. И после этого уже излишки пудры, мягкой пушистой кистью, я сняла с лица. Таким образом, я сделала себе в этой зоне наглухо матовую кожу, хорошо запудренную. Этот эффект действительно дает классное сглаживание пор. Но при этом, когда я сняла остатки пудры с помощью сухой кисти, я сделала свой любимый прием. А именно, еще раз пропрыскала лицо фиксатором, немного притоптала это спонжем, и таким образом сняла эффект наслоенности макияжа. У меня уже сейчас достаточно плотненький тон, но это не видно ни в камере, и это не видно в жизни. Когда ты используешь такое количество тональных средств, пудры, различных мистов, обязательно важно перед тем, как прорабатывать брови, их хорошенечко прочесать. Потому что иначе, если ты нанесешь гель или тушь, а волоски твоих бровей будут в тональнике, это все будет смотреться очень грязно. На самом деле, у меня есть профессиональный секрет. Очень часто именно гель для бровей я наношу в самом конце, просто последний этап макияжа, когда у нас уже весь макияж готов. Потому что все равно на этот гель или на тушь налипают какие-то кусочки теней, налипают кусочки пудры, и издалека уже кажется бровь немножко запыленная. Поэтому сейчас я просто нанесла небольшое количество карандаша. Это мой любимый карандаш от бренда Vivienne Sabo во втором оттенке. Мне кажется, он настолько универсальный, правильный, классный оттенок, что он подходит и блондинкам, и брюнеткам. И если ты, например, не можешь понять, какой карандаш тебе подойдет, посмотри на первый и второй оттенок от бренда Vivienne Sabo. Я нанесла его буквально чуть-чуть, добавила промежутки, где мне не хватает волосков, плюс немножко подоформила хвостики, потому что они у меня немножко сейчас смотрятся пустоваты, нужно окрасить свеженько брови. И получила такой красивый, распахнутый взгляд. И в данном макияже я сейчас пройду немножко от противного. Я сначала накрашу губы, потому что мне хочется сюда, в этот образ, добавить яркий, стойкий, красный рот, а потом уже сделаю глаза. Все для того, чтобы у меня был макияж достаточно сдержанный, чтобы я случайно не перекрасила глаза, сверху не добавила красные губы, и ты не смотрела и думала, и куда это она собралась с таким макияжем. Вот. Я сделала яркий макияж губ. На самом деле здесь есть тоже несколько секретов, которые помогают сделать губы стойкими. Так вот. Во-первых, я сняла излишки бальзама для губ, которые наносила в самом начале, с помощью спонжа, и немножко затонировала губы остатками тона, плюс припудрила губы с помощью пудры. Этот прием позволяет сделать стойкий контур для того, чтобы у тебя в дальнейшем помада не ездила. После этого я взяла такой достаточно коричневый, бежевый карандаш в качестве основы. Это был карандаш от бренда Натальи Шик в дереве, то есть не слишком стойкий, скорее восковый, чем гелевый. Сделала с помощью этого карандаша легкий контур. Немножко его стушевала внутрь для того, чтобы у меня был такой мягкий переход между цветом губ и карандашом. И самое интересное, это устойчивая красная помада Nubu Miribachi в оттенке номер 7. Я наносила ее с помощью кисти, не с помощью родного аппликатора, потому что мне нужно было максимально контролировать свое нанесение. И такие упругие кисти в форме язычка и синтетики, они позволяют действительно добиться стойкого контура. Я нанесла ее сначала в один слой, аккуратно подбираясь остатками к контуру карандаша, и после этого продублировала слой помады. И еще один маленький секрет. Когда я закончила подчищать помаду с помощью консилера, а все-таки в одном месте я немножечко ошиблась формой, я взяла каплю пудры на плоскую кисть и аккуратно почистила уголочки губ. Этот прием позволяет сделать стойкий макияж, стойкий контур губ. Работает прекрасно как с матовыми и устойчивыми помадами, так и с кремовыми помадами. Но мы все понимаем, что все-таки матовая помада, как и любая помада, держится до первого приема пищи, в которой есть жирное что-то. Поэтому, девчонки, если вы хотите похудеть к лету, есть классный прием. С утра красите губы красным, везде ничего не жрете, потому что не хочется поправлять эти прекрасные губы и худеете. Проверено. Стойкий макияж глаз невозможен без базы. К сожалению, это данность. Любые кремовые тени, любые консилеры при нависшем веке, при глубоко посаженных глазах, при возрастном веке все-таки не выдерживают вот это вот постоянное трение макияжа в складке. Поэтому первый этап всегда это нанесение базы. У меня есть несколько любимчиков. Одна из них это база от бренда Smashbox. Устойчивая база, которая дает стойкость 24 часа. Важно, когда ты наносишь базу, во-первых, века должна быть без консилера. То есть, мы заранее века не тонируем. Потом я тоненько наношу базу с помощью плоской кисточки, распределяя ее не только до складочки века, но и выше складки. И, конечно же, не забывай про базу на нижнее веко, особенно, если вдруг ты будешь там наносить сухие тени. Второй секрет стойкости это использование водостойких, влагостойких гелевых карандашей. Обычно это карандаши с надписью Каял 24 07 Long Lasting. То есть, это те карандаши, которые не смываются просто водой. При этом, что я заметила? Если мне нужно наносить макияж очень долго, и я понимаю, что макияж может стечь в том числе с глаз, я стараюсь минимально наносить межресничное пространство. Используя устойчивый карандаш, я буквально совсем чуть-чуть добавляю его в ресницы, стараюсь максимально убрать карандаш со слизистой, так, чтобы у вас вот это вот место, специально подняла и показала, было чистым. В этом макияже сегодня мне не хотелось перегружать глаза, потому что у меня и так достаточно яркий акцентный рот, плюс эффект загара, плюс, извините меня, декольте и все остальное, это уже много для образа. Не хочется все-таки быть слишком такой перекрашенной куклой на YouTube-канале. Поэтому я чуть-чуть добавила бронзера в складку века, растушевала его немножечко от складочки века вниз, создав эффект мягкого перехода и добавила легкий шиммерный, немного холодно-коричневый оттенок на все подвижное веко до складки. После того, как я завершила свой макияж глаз, здесь есть тоже пару нюансов. Во-первых, в стойкую, яркую летнюю жару я использую влагостойкие туши. У меня сейчас тушит бренда Russian Beauty Guru. Я давно использую на своих клиентах и на себе и могу сказать, что она действительно не отпечатывается. То есть нет вот этой предательской черной полосочки на верхнем веке от яркой жары. И второй важный нюанс я использовала светоотражающую пудру от бренда InBeauty, про которую снимала аж целый подробнейший выпуск на своем YouTube-канале, так что обязательно посмотри. Что дает эта пудра? Она дает красивую шлифовку кожи, ей же можно аккуратно растушевать дополнительные тени, если вдруг боишься, что тушевка вышла не идеально. Ну и конечно же она хорошо работает как с очень сухой кожей, потому что там есть увлажнение, так и с очень жирной кожей, потому что в нее добавлены специальные абсорбирующие компоненты. Ну и финал моего макияжа, конечно же, это фиксатор. Я в конце вот так себя еще раз орошаю фиксатором. Это нужно для того, чтобы все слои моего макияжа просто приклеились друг к другу. Если чувствуешь, что фиксатор лег как-то, знаешь, как будто капельками обязательно просто пройдись влажным спонжем, таким образом ты снимешь с себя вот это вот ощущение и растушуешь фиксатор, его распределишь, и ты понимаешь, что с таким макияжем ты можешь спокойно выйти из дома в 7 утра, вернуться с танцев после 12 и еще пойти его смывать. Это обязательно, девочки. В каждом выпуске, как всегда, у нас с тобой конкурс, условия не меняются, лайк этому видео, подписка на мой канал, а в комментариях ты пишешь секретное слово, которое я спрятала в этом ролике. Секретное слово я спрятала в том месте, где я крашу губы, как ярко-красный свисток. Я думаю, что ты это нашла. Картина «Боль в Москве». Я была от Висачаховой, но природа не оградила, извините.